Смоленская атомная электростанция Смоленская атомная энергетика Открывает колонну атомной станции Организация молодых атомщиков Парад созидателей атомной отрасли в Десногорске Десногорск – город не только молодой, но и город, преуспевающий в патриотическом движении Стартовала вахта памяти поисковых отрядов атомных станций России Придем с внуками, что вот это дерево нашей семьи В Десногорске появилась аллея трудовых династий атомщиков Он дает вам возможность, ребята, не только быть здоровыми Но и знать, что соревновательный дух в жизни необходим всегда Финал баскетбольного марафона На плановом совещании с руководителями подразделений Директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом» Фактическая мощность на сегодня 21 309 мегаватта Что составляет 101,7% от задания ФАС О техническом состоянии Смоленская сообщил исполняющий обязанности главного инженера предприятия Вадим Скирда В работе три блока, суммарная нагрузка 2542 мегаватта, третий блок в составе шестой машины Выработка электроэнергии с начала сентября составила 526 миллионов киловатт-часов электроэнергии Что превышает плановое задание на 50 миллионов С начала года выработка составила 16,5 миллиарда киловатт-часов Сверхплана 1,3 миллиарда Радиационный фон на промышленной площадке Смоленск-АЭС и прилегающей территории Не изменялся и соответствует естественным природным значениям Девятого сентября десногорцы отпраздновали 43-ю годовщину Со дня образования города-спутника Смоленск-АЭС и 25-летия концерна «Росэнергоатом» Открылись праздничные мероприятия парадом созидателей Который объединил тысячи десногорцев, первостроителей, ветеранов атомной отрасли Трудовые коллективы предприятий и организаций подрастающие поколения Самой многочисленной делегацией на демонстрации стал коллектив Градообразующего предприятия Смоленск-АЭС Которое в декабре этого года отмечает свое 35-летие Это здорово, что у нас есть такой город Молодой, красивый, город-атомщик И мы гордимся этим городом Это здорово, что мы можем праздновать У нас есть возможность праздновать день города Молодое поколение Десногорска Школьники, студенты, молодые работники Перенимают опыт созидателей Продолжая заложенные ими традиции Вносят свой вклад в развитие города За активное участие в жизни Атомграда Директор Смоленск-АЭС Павел Лубенский И глава Десногорска Андрей Шубин Вручили 11 молодым активистам Удостоверения и значки Гражданин страны Росатом Мы все любим наш город Гордимся его интересной историей и традицией Восхищаемся красотой его природы Мы ежедневно носим свой вклад В жизнь и будущее нашего города Писая свои имена в летопись Десногорска Одна из традиций Десногорска Ежегодное чествование заслуженных работников Организаций, предприятий и учреждений города Удостойных занесения на доску почета В этом году в летопись Трудовой славы города Занесены имена еще 12 десногорцев В их числе ветеран атомной энергетики И промышленности Председатель Совета ветеранов Смоленск-АЭС Раиса Злокоманова Под ее руководством Ветеранская организация атомной станции Является одной из лучших в отрасли Сегодня переполняет Такое чувство волнения Тревоги Ну и конечно глубокой благодарности К Смоленской атомной станции Ведь эта Смоленская атомная станция Выдвинула меня вот на такую почетную Доску почета города Огромное всем спасибо И в том числе и администрации города И вообще всем людям Которые неравнодушны К нашему замечательному городу И желаю процветания Всей атомной энергетики При поддержке атомной отрасли В городе атомщиков Реализуются десятки социально значимых проектов По благоустройству городской среды Повышению качества образования Развитию спорта и культуры Успешно действуют программы Школы Росатома И территория культуры Росатома Мы сделаем все возможное Чтоб наш город процветал Желаю вам крепкого здоровья Счастья, любви, успехов С праздником! Праздничные мероприятия Длились до позднего вечера Проходили конкурсы, ярмарки, концерты Свои яркие музыкальные выступления Десногорцам дарили коллективу Художественной самодеятельности Сектора культурно-досуговой И спортивной работы Первичной профсоюзной организации САЭС Городского центра досуга Музыкальной группы Смоленска 8 сентября стартовала 11-я вахта памяти Сводного отряда Объединения поисковых отрядов концерна Росэнергоатом В торжественной церемонии открытия вахты памяти Приняли участие представители Смоленской областной думы Руководство Десногорска И других муниципальных образований региона Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский Духовенство нашего города Юно-армейцы, школьники Спортсмены-финалисты баскетбольного марафона И бойцы отрядов атомных станций То, что мы сегодня в Десногорске В преддверии дня города Это правильно и отрадно Десногорцы Имеют в своем составе Три поисковых отряда С Десногорцами мы возили Останки Город Томск Десногорск Город не только молодой Но и город Преуспевающий В патриотическом движении Я бы хотел, чтобы это оставалось так же В дальнейшем Именно по инициативе Смолян В 2007 году поисковые отряды атомщиков России объединились В объединение вошли поисковые отряды Ленинградской, Нововоронежской, Курской, Калининградской, Балаковской, Ростовской и Смоленской атомных станций Первая вахта памяти с участием сводного отряда атомщиков прошла на Смоленской земле Первая межрегиональная вахта памяти стартовала на территории Ростовского района С тех пор стала доброй традицией ежегодно вести поиск в регионе расположения одной из атомных станций На счету поискового объединения атомщиков сотни поднятых героев войны Десятки установленных имен и найденных родственников Сегодня юбилей создания поисковых отрядов атомных станций России Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто защищал отчизну в боях Кто не щадя себя совершал трудовые подвиги в тылу Кого замучили в фашистских лагерях Кто так и не дожил, не дождался, не встретил счастливого дня Великой Победы Низкий поклон победителям, поисковикам, кто участвует в этих мероприятиях Сегодня на счету поисковиков сотни поднятых останков воинов РККА Установлены десятки фамилий и имен солдат Это отношение людей к военно-патриотическому воспитанию И молодые люди, и взрослые люди Сейчас это уже многие поколения, даже семьями приезжают на вахту памяти Помогают найти родных и близких и восстановить для многих справедливость И безусловно, Смоленская область в этом лидирует, и это очень важно В этом году у нас принимают участие представители семи атомных электростанций Порядка 75 человек Очень многочисленная вахта В этом году практически полный состав Самое главное, конечно, не количество тех бойцов, которых мы поднимем, а сама работа, само участие В вахте памяти принимают участие десногорские отряды «Обелиск» и «За Родину» Работы будут проводиться в Ельнинском районе у деревни Витятнёва Именно на этой территории в 1943 году проходила Смоленская наступательная операция Площадка подготовлена, была у нас проведена разведка в июне На этом месте за 10 дней было поднято 160 бойцов Ну, имеется в виду не точная цифра, по одной простой причине, что мы добавляем Вот сегодня еще утром было добавлено еще 4 бойца окна Ребята мне отзвонились Вот, постоянно пополнение По оперативным сводкам на месте работы вахта памяти погибли и пропали без вести 1200 Поэтому думаю, что результат будет хороший Вахта памяти 2017 продлится до 19 сентября Торжественная церемония захоронения останков найденных воинов состоится 17 сентября на воинском мемориале в деревне Ушакова Ельнинского района В рамках проекта «Гражданин страны Росатом» на территории Десногорского храма В честь иконы Божьей Матери Всехскорбящих Радости Была заложена аллея трудовых династий атомщиков Десногорска Это мероприятие является одной из ярких примеров инициатив наших граждан Непосредственно одной из наших общественных организаций Совет ветеранов Смоленской атомной станции Совет ветеранов вместе с благочинием нашим Десногорским Обратились в администрацию с инициативой посадки аллеи Аллеи ветеранов на территории храма Мы с пониманием отнеслись к данному мероприятию Поддержали инициативу Оказали помощь в технике, в доставке саженцев В подготовке ям непосредственно для саженцев И сегодня, как вы видите, эти саженцы благополучно высаживаются Я думаю, что буквально через 2-3 года у нас здесь будет очень красивая, яркая аллея На территории нашего не менее красивого храма В акции приняли участие более 160 династий Смоленской АЭС Они целыми семьями пришли посадить свое дерево Я думаю, что это все-таки значимо для того, чтобы пришли, все друг друга встретили, посмотрели И вот эти деревья, потом придем с внуками, что вот это дерево нашей семьи Они будут смотреть, это как бы продолжение нашей династии Это дерево будет Всю жизнь на станции Ну не знаю, поскольку я вырос здесь Отец, мать работали на станции Мне это было интересно, разумеется От этого, собственно, и выбор, он был очевиден Родители, от них же все Они начало наше А мы продолжение, ну и традиционно Вместе здесь все, как-то так Это дерево семьи Шлыковых Привет, семьи Шлыковых! Ура! Место закладки аллеи было выбрано не случайно Я сердечно благодарю Совет ветеранов Смоленской АЭС За эту прекрасную инициативу Именно здесь, на территории храма Посадить эту прекрасную аллею В ознаменование вот этой вот замечательной даты И они будут приходить не только к этим деревьям Я надеюсь и верю в то, что и дети, и внуки И все участники этих династий семейных Которые сегодня сажали эти деревья Они в храме Божьем будут молиться Приходить сюда, чтобы Бога поблагодарить За прожитые годы жизни И попросить помощи Устроить жизненный путь своих потомков Инициативу проведения этой акции Поддержали все ветераны Смоленской АЭС Молодцы, придумали Вообще здорово, конечно Я не ожидал даже такого Что кто-то выдвинул идею такую Очень хорошо сделали Со временем эта аллея будет украшать территорию храма И радовать всех десногорцев В Десногорске финишировал баскетбольный марафон Среди юношей и девушек Проходивший в летний период Во всех муниципальных образованиях Смоленской области В рамках проекта Планета баскетбола «Оранжевый атом» Под эгидой концерна «Росэнергоатом» Смоленск-АЭС Центра спортивной подготовки баскетболистов «Динамо-Росатом» При поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» Его участниками стали свыше 600 детских команд Более 1600 школьников В финале за первенство боролись 64 команды Из 23 районов и городов области Наш марафон прибыл в следующем завершении Прошел он по всем городам и поселкам нашего Нашей Смоленской области Мы начинали отсюда Сегодня здесь в «Ержей» Уважаемые друзья традиционного И очень символично Что мы проводим наш турнир Завершаем наш марафон В честь 25-летия Образования концерна «Росэнергоатом» Организация, которая стояла В начале движения нашего баскетбольного марафона Мы надеемся, что все, кто сегодня не безразличны к спорту, к детскому здоровью Все политические силы поддержат детей в стремлении к командной игре В стремлении к тому, чтобы крепко к здоровью Спорт дает вам возможность, ребята, не только быть здоровыми Но и знать, что соревновательный дух в жизни необходим всегда Но при этом вы учитесь быть единой командой В результате напряженной борьбы на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна» Первое место возрастной категории 2004-2005 года рождения Среди юношей заняла команда школы номер 4 Среди девушек команда «Мечта» – Смоленск Второе место команда «Динамо» – города Десногорска И команда «Пантеры» – Ельнинского района Третье место у команды «Ракета» – из Вяземского района И команды «Космос» – город Смоленск В возрастной категории 2002-2003 год рождения Среди юношей верхнюю ступеньку педестала Почетно заняла команда «Виталик» – город Смоленск Среди девушек – «Заднепровье» – также из города Смоленска Второе место команда «Кентавр» – Смоленский район И команда «Бэйбики» – город Десногорск Третье место у команды «Луч» – из Вяземского района И команды «Грибы-23» – из города Смоленска Всем командам, победителям и спортсменам, признанным лучшими игроками финала Вручены медали и призы от администрации и профсоюза Смоленск АЭС По словам президента региональной федерации баскетбола Генерального директора Центра спортивной подготовки «Динамо Росатом» Сергея Фомина Системная работа по вовлечению молодежи в спорт и здоровый образ жизни Будет продолжаться и в новом учебном году Когда мы сегодня завершаем первый этап наш летнего марафона Мы сегодня же, в общем-то, мы специально не делали это очень подробно Мы сегодня презентуем баскетбольный марафон 4.4 Который у нас будет идти с октября по апрель месяц И который, я уже думаю, теперь все муниципальные образования в нем будут участвовать На этом наш выпуск завершен Вы смотрели новости Смоленск АЭС С важными событиями из жизни станции Вы можете ознакомиться в официальной группе Смоленск АЭС В социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке А также в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру А я с вами прощаюсь Увидимся через неделю Хороших вам новостей!